Матч «Гандбол» — это полуфинал чемпионата мира среди молодёжи в Москве. Москва принимает этот важнейший турнир для гандболисток не старше 20 лет. И, конечно же, с чувством гордости и, в некотором смысле, наверное, даже выполнением некой минимальной задачи для сборной России, мы анонсируем участие в полуфинале сборной команды России. Россия сегодня встречается во дворце спорта «Крылатская» с Германией, а для вас работают Сергей Приголовкин и Артём Шмельков. Добрый день, уважаемые телезрители. И сразу для затравки предлагаем вашему вниманию интервью, которое Артём Шмельков взял за 45 минут до начала матча у главного тренера нашей сборной Анатолия Скоробогатова. Итак, всего ничего до начала матча, а у меня есть возможность пообщаться с главным тренером нашей молодёжной сборной Анатолием Скоробогатовым. Анатолий Николаевич, во-первых, добрый вечер. Надеюсь, что он будет вечером добрым. И по итогам, вот у вас и равно у вашей команды, вот по дистанции турнира, уже вот этот нервяк того, что мы играем дома, что как будто бы под заказ нужно побеждать, он пройден или он всё равно присутствует? Да, я думаю, он всё равно не уйдёт. Но, с другой стороны, здесь немножко уже другая пошла психология, что вроде бы тут сильную Норвегию прошли. Как бы наоборот, самоуспокоение пугает по настрою мне. Вы сейчас чувствуете перед игрой такое? Да, я чувствую просто. Я сейчас из раздевалки немножко приходится девочек настраивать. Хотя так, до этого их немножко даже успокаивать где-то, чтобы не перенастроить. А здесь немножко, ну понятно, но эмоциональный всплеск теперь. Сохранение организма просто борется за свою сохранность. Два дня назад была всех впечатлившая победа с Норвегией. Вас она тоже равно впечатлила, как и нас со стороны? Скажем честно, что Норвегия, это здесь один из лидеров, наравне как с Данией, с той же Швецией. В принципе, так особо ближе команд я не вижу на данном чемпионате. То, что обыграли их с разницей в 11 мячей, это показатель чего? Откуда такое превосходство вдруг родилось? Потому что первый тайм, два мяча и многое было неясно. Было даже, можно сказать, тревожно. Ну, здесь чувствовалось всю игру психологически, что норвежки боялись, нервничали. Ну, то, что, конечно, по дистанции. Оказалось, что мы просто быстрее пришли в себя. И, думаю, на данный момент на физическом уровне мы были посильнее. По стилистике команда сегодняшнего соперника Германии похожа на Норвегию? Нет, немножко другого плана. В Норвегии это более ровный соперник. На всех местах у них очень хорошие, сильные игроки. Там имеют пару замен. В Германии немножко в другой гандбол играет. Какой-какой нюанс? Ну, скажем, не классический. Она не имеет таких исполнителей, как Норвегия, которых нужно выводить на броски и все прочее. Они Кягамотиной больше занимаются, сложнее с такими командами. Они держат мяч, они выискивают шансы, они свои шансы нам используют на 100%. Если не забивать нападение, будет очень тяжело дальше играть. Наша команда, ее конек, который был обретен, может быть, по ходу этого турнира. Или, может быть, то, что еще даже не выразилось на этом турнире. Вот эту Кягамотину, как вы выразились, как разбивать? Как? Это просто играть защитным, без ошибок. И там нападение тоже самое реализовывать, фактически все. Если мы не будем реализовывать, конечно, мы будем вот этой Кягамотиной заниматься всю игру. Германия была финалистом два года назад по более младшему возрасту. В этом плане они ментально могут перебороть сборную России за счет багажа иных побед? Или это совершенно новая история? Девочки взрослее на два года, и это очень важно сейчас? Взрослее, но это все остался в них опыт. Вот этот опыт через два года все повторяется. Точно так же они на том мире, они обыграли эту самую Корею. Точно так же, неожиданно вдруг. Ну, тогда, в принципе, никто особо не знал своих сил в мире после Европы. После этого они обыграли ту же Даню, которая вышла точно так, как мы, на них. И подумали, перед этим четверть финала они выиграли у нас дополнительное время. Там, в драматическом поединке. И на расслабоне вышли с Германии, Германия их наказала. Вот я боюсь этого повторно. Вот и мы, мы будем этого бояться, но будем верить в победу команды Анатолия Скорбогатова. Это наставник нашей молодежной команды, и ему всяческих успехов вместе с командой. Спасибо большое. Попишем и остальное Андрей. Добрейшего вечера всем поклонникам гандбола на Матч ТВ. Это город Москва. Это молодежный чемпионат мира по гандболу для гандболисток не старше 20 лет. И битва за выход в финал. Россия против Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Совет Санкт-Нераспил А.Игорова Россия. Наскр progression. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас на родине и вот молодежное первенство мира для гонболисток не старше 20 лет Ну а для вас работают сегодня с места событий в дворце спорта Динамо в Крылатском Сергей Приголовкин и Артем Шмельков Сергей Николаевич, добрейший вам вечер Надеюсь, что не только до игры, но и после игры он будет ровно таким же Будем надеяться, добрый вечер, уважаемые телезрители 20-й юбилейный чемпионат мира среди молодежных команд девичьих Действительно, событие для нашей страны удивительное, уникальное В последний раз мы принимали женский чемпионат мира в 2005 году в Санкт-Петербурге В прошлом году провели юношеский чемпионат мира среди юношей, среди ребят И вот теперь приехали девчата в столицу нашей Родины Ну и стоит, наверное, сказать, что давненько, давненько мы не побеждали на турнире такого ранга А если точнее, то в далеком 2005 году было завоевано в последний раз золото И, кстати, к золотым медалям ту сборную привели наставники нынешней команды Анатолий Скоробогатов, он на ваших экранах, и Любовь Сидоричева Да, замечательный тандем, который работал и в других сочетаниях с другими специалистами Но действительно уже 11 лет сборная молодежная страны Которая регулярно на каждом турнире, который проводится с интервалом в 2 года Является фаворитом и часто попадает в призеры Но, тем не менее, действительно, вот уже больше 10 лет мы молодежное первенство мира не выигрывали Чем не прекрасная возможность сделать это на своем тарафлексе На своем родном покрытии И то, как сыграла сборная России в четвертьфинале с командой Норвегии Настроило, конечно же, на самый, что ни на есть, оптимистичный лад Потому что девчонки действительно поверили в себя Это было замечательное общекомандное выступление И временами очень яркое персональное выступление наших гонболистов И вот полуфинальная встреча с командой Германии Которая, в отличие от нас, от нашей сверх крупной, неожиданно крупной победы над Норвегией Мучилась два овертайма и затем серия 7-метровых бросков с командой Кореи Но сборная Германии на чемпионате мира, который состоялся два года назад Для девушек, не старше 18 лет, завоевала серебряные медали, проиграв в финале румынкам А мы, к сожалению, остались только лишь на... На восьмом месте Проиграли и четвертьфинал, и затем два упишительных поединка Так что в этом плане достижение команды Германии, конечно же, помнится многими гонболистками этой команды Но достаточно много изменений При этом у Бундесмандшафт вот этого возраста, 96-го года рождения и младше В частности, нет двух очевидных лидеров на этом турнире Эмили Белк и Джессики Йохимс Основного бомбардира и основного вратаря немецкой команды В центре обороны у нас защищается Анастасия Сирацкая и Юлия Голикова Сейчас вроде бы смахнули передачу И мяч должен был достаться нам, но нет, проворня оказалась немка И обращаем, дорогие друзья, ваше внимание на право полусреднего немецкой сборной 18-го номера Алисию Штолли Одна из самых результативных на этом турнире Девушка с мощнейшим броском и с хорошей ясной головой А интересно, кстати говоря, Сергей Николаевич, что обороняется против Штолли Против Алисии Штолли 18-го номера Наш 77-й номер Вот она в кадре сейчас Ярослава Фролова, наш основной разыгрывающий Которая в этой конструкции является вторым защитником И, кстати говоря, попутно это тоже такая бомбардирская дуэль Потому что Яся лучший бомбардир в нашей команде в свою очередь Вот сейчас Ярослава Фролова смогла остановить продвижение Штолли Разыграли немки свободный 9-метровый Штолли Великолепный блок Голиковой И быстрый переход в испарнили сборной России Немножко задумалась, но здорово дождалась передачи Марианна Егорова И счет в матче открывает Антонина Скоробогатченко Я думаю, что об этой девочке будет сказ особый в нашей сегодняшней трансляции А пока наши уже очень дисциплинированно перестроились опять в свою оборону по схеме 6-0 Давайте, наверное, по всем пробежимся нашим игрокам В воротах Анастасия Рябцева, которая здорово сыграла, как, впрочем, и ее коллеги В четвертинальном поединке против Норвегии Но именно она задала тон в первом тайме Центр обороны Это Юлия Голикова и Анастасия Сиратская Штанга еще нам помогает Немножко и везет нам в начале Карина Сесенова Антонина Скоробогатченко Мариана Егорова 7 метров Юлия Голикова Артем, помнишь, как позавчера в матче против норвежек Девчонки здорово переходили от обороны к атаке Такие быстрые переходы неоднократно заканчивались завершением голевым своих атак Или вот назначением 7-метрового А вот и что ли, смотрите, ну, что называется, не выдержали нервы Очень раннее двухминутное удаление И, к сожалению, к сожалению, немножко не хватает самобладания, самоконтроля Валентине Вернигоровой Наша тоже центральная защитник Защитница, она сейчас как раз свою позицию в обороне и занимает Увы, не поразила ворота Штанга сыграла за Германию Начинала на месте Вернигоровой в обороне достаточности Рацко Вернигорова вообще игрок задней линии Но очень часто на этом турнире наши доставники используют Валю в линии Да, она может, действительно, точнее, воспитана, да, на позицию полусредней Но в силу дефицита этой позиции в нынешней молодежной сборной страны Валентина Вернигорова в атаке очень часто играет в линии Здорово, просто здорово по блоку реагирует, перемещается под лишнюю штангу Анастасия Рябцева И наши девушки в большинстве вот так по центру с отклонением корпуса мимо блока Ярослава Фролова И вновь быстрый командный переход Наши наигрывают это на тренировках И вообще в гангболе вот такие командные действия в быстрой контратаке Нужно отрабатывать на тренировках И видно, что этому компоненту уделяется очень большое внимание Вход левого края команды Германии Довольно широкие перемещения Но очень активно и наши встречают Причем посмотрите, насколько высоко На девятиметровом пунктире и может быть даже выше Постоянно вот с таким выходом, с угрозой выхода действуют наши защитники Штоли по-прежнему отдыхает, отбывает свое двухминутное наказание В пять полевых игроков действуют немки И хорошо Яся сыграла, смахнула передачу в линию Ярославу Фролова, да, перехватывает передачу Но там еще оказался и фолл в атаке Наверное, неправильно поставленный заслон На последних секундах удаление соперниц Наши попробуют еще проатаковать Ох! Бросок с затяжкой такой Повисела Скоробогатченко И Тоня умница Но посмотрите, как Яся Нам не показывают здесь ничего Яся вывела за спину Тоню Скоробогатченко Взяла на себя центрального защитника И по разреженной зоне Тоня проатаковала А бросочек у него тоже, дай бог, каждому Ну давайте немножко выдохнем Пять минут матча позади 3-0 Очень хороший вкат в матч Ну и, конечно же, ни в коем случае не останавливаться И держать, прежде всего, оборонительную концентрацию Как это было во всех предыдущих немецких атаках Тем временем, желтая карточка Карине Сесеновой Наш правый край защищается вторым Да, Тоня Скоробогатченко занимает в защите позицию крайнего игрока И мы с тобой обсуждали в игре со сборной Норвегии Но Тоня 99-го года рождения, девочка, играет за команду 96-го года И, видимо, все-таки тренеры ее берегут для атакующих действий Ну и Сесенова на позиции второго защитника действует прекрасно Да, очень такой атлетичный Можно так сказать, даже не по девичьему силовой манере Что Карина Сесенова, что ее тезка Сабирова Это воспитанницы Волгоградской, Астраханской, конечно же, школы гонбола А тут немки зарабатывают, выпрашивают буквально 7-метровый бросок Юлия Голикова нарушает правила Посмотрите, передача в линию такая короткая Одной кистью буквально-таки отданная И Анника Ингенпас заработала этот семерик А исполнять его будет седьмой номер Рамона Рутенбек Да, она чаще других в своей команде бросает семерики И, наконец, для немецкой стороны размочила лицевой счет команды И очень технично это сделала Под опорную ногу Анастасии Рябцевой Невозможно такие броски отбить Настя попыталась рукой дотянуться, но нельзя Оооо! Ярослава Фролова! Индивидуальный стольный проход нашей разыгрывающей Попробовали намекнуть немки на персональную опеку Юлии Голиковой И вот благодаря тому, что минус один игрок в этой конструкции Оборонительная Ярослава Фролова так юрко и сыграла в атаке Ну а это ответ немецкой сборной И хороший затяжной прыжок Амели Бергер У нас на левом фланге действует Марианна Егорова под 99 номером Но все-таки она очень хорошо играет Играет в нападении, здорово бежит в контратаку У нее прекрасный бросок с паузой Но вот в защите, в защите Мариане нужно еще работать и работать Кстати говоря, вот вы сказали, что Скоробогатченко у нас действительно 17-летняя звездочка Самое что ни на есть И дай бог ей самобладание и здоровье, конечно А вот в немецкой команде как раз только что Бергер забил Она тоже 99-го года Ярослава Фролова просто рвет и мечет Три мяча уже к этой минуте в исполнении нашего основного разыгрывающего На радость бабушке и маме, которые присутствуют здесь на атрибунах дворца спорта Дидаба Тем временем мы пропускаем очередной гол И кстати, Ирина Фролова, игрок волгоградской команды Игрок команды высшей лиги еще в советские времена Это мама, это мама Я про маму говорю, да И именно она привела Ясю в гонгольную секцию И потом с рук на руки передала ее Любовь Сидоричевой Нам везет! И гол! Да, можно сказать, нежданный такой подбор для Карины Сесеновой Но очень хорошо, что она сделала паузу Сразу не устремилась к воротам своим в оборону после ошибки И подбор за нас Немки стремятся атаковать в ответ очень быстро Тот же самый быстрый командный переход показывает Но Пия Адамс ошиблась Так же, как и сейчас, воткнулась в защитницу Антонина Скорбогатченко Но там у нас был классный блок И поэтому игроку немецкой команды пришлось бросать в ближний угол А вот так же, как и сейчас Настя Рябцева этого броска ждала Так, хорошее спасение нашего вратаря И снова быстрый переход Как стремительно развиваются события Юлия Голикова Ее первый гол сегодня И смотрите, Юля Напрыжка и тут же Подпрыжка невысокая И бросок Напрыжка плюс подпрыжка Вот такая комбинация Из прыжков Юлии Голиковой Ну, это не гонбольный слэнк Но так получилось у нее, непроизвольно, у Юли Нет, а главное, что в пределах правил все Никаких пробежек Нарушение правил На Аннике Ингенпас Ну и зрители Скандируют Россия, Россия Сегодня очень неплохая заполняемость трибун Приехали команды детской лиги Турнир, финал которого Детская гонбольная лига Проводится сейчас в Москве И в котором участвуют 10 команд мальчиков И 10 команд девушек И мы видим, что все они Сегодня на трибунах Дворца спорта Динамо Карина Сесенова Здорово довели до правого края И опять по переходу Смотрите, и стяжка получается И Тоня Тоня просто умница Тянула, тянула Конечно, на грани движения у игрока Но, тем не менее, успела освободиться от мяча Смотрите, еще Пролетели буквально незамеченными пять минут И 3-0 превращается в 8-3 Вот так растет преимущество В арифметической прогрессии Российской команды Анастасия Сиратская Грамотное действие Страхует она по штолле Юлию Голикову Немки разыграли 9 метров Юлия Голикова Сместилась на позицию второго защитника Вместо Ярослава Фроловой Ну и пошли замены у нас В команде пропускаем мы мяч Елизавета Малашенко Выходит в розыгрыш по 34-м А номером А на правой фланге будет действовать Левша Виктория Смоленцева Номер 25 И уходит Валя Вернигорова Нет, возвращается в линию Валентина Вернигорова Я, честно говоря, не припомню Чтобы вот так кучно делал замены Анатолий Скоробогатов Есть этому объяснение какое-то? Нужно поддерживать высокий темп Я думаю, что темп, да Пытается поддержать темп И еще одно новое лицо Еще одна юная Карина Сабирова Номер 4 наш разыгрывающий Которая прекрасно себя проявила В матче с торвежками Ну и на всякий случай Нашему зрителю скажем Что это капитан нашей юниорской сборной Совсем скоро юниорский чемпионат мира И там Карина будет и за ту Более младшую национальную команду Выступать со сборной юниоры Но, к сожалению, здесь мы не успеваем Категорически назад И Ингенпас один в один расстреливает Рябцева Два мяча подряд немки забивают За минуту с небольшим Карина Сабирова В розыгрыше четвертый номер Юлия Голикова Елизавета Малашенко На полусредних Обыгрыш Сабировой И шикарный, пожалуй, что первый Такой яркий момент в исполнении Немецкого вратаря Мадита Кохорст Кохорст Основной претендент На мой взгляд На мой взгляд На звание лучшего голкипера Этого турнира Ну и вот действительно первый Был момент Хорошо она отбила И вновь сейчас парировала Бросок Вали Вернигоровой Но 7-метровая Желтая карточка Елизавета Малашенко Берет мяч Уверенно Все остальные наши гонболистки На своей половине площадки Лиза Сделала передачу И реализовала 7-метровый Ну что ж Будем считать Что выход Елизаветы Малашенко На площадку Удался Да Заставила Открыть домик И в него С отскоком От площадки Мощно прострелила Елизавета Малашенко Немки Расставились в свою атаку Гризельс По-прежнему Четвертый номер В розыгрыше А это Штолье Хорошо А кто там Сиратская Против нее Молодец Подстраховала она Карину Сабирову И сейчас Против Штолье Сабирова Защищается Третий игрок Уже играет Против Самого Наверное Опасного Игрока Немецкой сборной Правой Полусредней Алисии Штолье И пока она На сухом пайке Да Без заброшенных Мячей Две минуты Валентина Вернигорова Держала За майку Мы кстати Судей не представили Это Братья Французы Рауф и Карим Гасми А смотри Как разобрались В этом эпизоде Удалили Вернигорову Да Но мяч Оставили У сборной России А паста не точной был Потому что А нарушение было раньше Они довели Дали довести До логического завершения Эту атаку Увидели что мяч был не пойман Но остановили Время матча И удалили Игрока сборной России Ну что Довольно Грамотно Разобрались Арбитры О нашем В меньшинстве Теперь строить атаку Не применяет Возможность Выхода Шестого полевого Игрока Вместо вратаря Наш тренерский штаб И здесь Столкновение Болезненное Для Айлин Бок Ну видимо Локтем попало Ей В лицо Карина Сабирова Пытаясь Избавиться От Жесткой опеки Но Айлин Бок Заработала Желтую карточку Ты не считал Сколько там У немецкой команды Я напоминаю Уважаемые телезрители Для тех кто не знает Три Желтых карточки Может А получить Команда За Вот такие грубые нарушения И затем Будут следовать Двухминутные удаления И еще одна желтая карточка Может быть показана Скамейки запасных Сабирова Малашенко Виктор Паладенко Наш известнейший арбитр Услышал эту фразу И подсказывает Что не скамейки запасных А официальным лицам Которые находятся На скамейки запасных А я бы хотел отметить Что Опять пытаются Одного из игроков Нашей задней линии Брать персонально Немки В данном случае Против Фроловой Попробовали так сыграть Но я все равно бросала Отразила мяч Кохорст И здорово По центральной линии Прочертив Контратаку Немки Забивают В ответ здорово Вот так Из-за спины Карины Сабировой Открылась в центр Анника Ингенпасс Судя по всему И на этого Линейного Нужно обратить Очень много внимания Нашей обороне Не в первый раз Она уже ставит Нас в тупик Удаление Сборной России Еще 30 с небольшим секунд Продлится Очень интересно Организована Контратака Немецкой команды Обычно Крайние убегают Быстрее всех А здесь мы видим Что второй пол После контратаки Линейный Добрасывает Но и Ярослава Фролова Она У нас На данный момент Лучший бомбардир С четырьмя мячами Ну вы видите У Яси Очень хороший бросок Артем А кого тебе напоминает Ярослава Фролова Скажи мне пожалуйста Мне напоминает Татьяну Хмырову Тоже воспитанницу Волгоградского Гонбола Да Похожий обыгрыш Похожие броски Ну Волгоградская школа Известная школа И не случайно 9 человек Вот в этой команде Представляют Волгоградский гонбол Ай умница Настя Рябцева Отражает этот мяч Непростой От Штолли Отражает Вот Вот эту прорезку Посмотрите Совершает Штолли Бедром Рябцева ловит мяч Но там Двухминутный Трав Да Или нет Нет 7 метров только Да 7 метров И смена вратаря Мария Дувакина 98-й год рождения Опять же таки Перекидка На Юниорскую сборную Это вратарь Юниорской сборной Который помогает И молодежке Но отразить 7 метров От Рамона Рутенбек Не в силах Наш Самый молодой Из вратарей А у нас Вновь Видоизмененный Состав Карина Сабирова На левом Полусреднем Ярослава Фролова В центре И Лизавета Малашенко Действует на позиции Правого Полусреднего Мы играем без левши А почему мы играем без левши Потому что левши Гонболина Везолота У нас в составе Только из игроков Задней линии Левой рукой бросает Антонина Скоробогатченко Но Лиза Малашенко Божет сыграть На этом месте Здорово Девчонки Умница Юлия Маркова Она у нас Вместо Марианны Егоровой Вышла на левый край И завершила Прекрасную стяжку Сборной России Да Очень широко Разбросали Можно сказать Своими движениями Оборону Команды Германии В немецких воротах Смена Кстати говоря Кохорф Чуть не стулья Сшибает сейчас На скамейке Своей команды А вместо нее Появляется Ванесса Фер Ну а немки В свою очередь Строят свою атаку Левым полусредним Шла на атаку Алина Гризельс Ничего не вышло И снова посмотрите Образцово-показательный Быстрый переход И Как здорово Купив Защитника Воображаемой передачей На фланг Анастасия Сиратская Входит на 6 метров Как к себе домой Начинала Настя играть Станица Каневской Краснодарского края И играла она в баскетбол А потом ее перетащили В гонбол И интересно По статистическим показателям По-моему Это ее Десятый бросок На этом тургире Десятый гол По-прежнему 100% результативность Но напоминаю Настя Игровой человек С прекрасным броском И самое главное Она классно чувствует И видит линию Это очень важно У нас тайм-аут Десятый бросок Десятый бросок Закончился тайм-аут Интересное наблюдение Мы приехали очень рады Рано сегодня Хотели посмотреть тренировку Сборной Германии Но они выгнали всех Из зала И более того Нам рассказали Что они отказались Сегодня от услуг Переводчика На вопрос почему Они сказали Нет Мы не хотим Чтобы какая-то информация Из тана нашей команды Просочилась И соперник о ней узнал После тайм-аута Выходит на площадку Капитан немецкой сборной Паула Приор 25-й номер Она на правом полусреднем Штолли Выпускают в центр И блок Вернигоровой Классный блок Великолепно Перекрыла она А с переводом бросок У Штолли не получился Да, штанга Вроде бы нас спасла Но очень здорово Валя Вернигорова сыграла Смотрите Вот он Хороший блок Посмотрите Руки еще на мяч Так как учили В детской спортивной Школе Города Волгограда Вернее в центре Спортивной подготовки Города Волгограда Да Воспитанец Волгоградской школы Очень плодовитый В этой команде Большинство И Юлия Маркова Из их числа Но пожалуйста Ванесса Фер Оставшись Ну практически На линии ворот Смутила нашу Лео Край Видимо таким Внешне пассивным Отношением К эпизоду Вот что ли Ох какой Обыгрыш Демонстрирует Вертушка Вертушка Классическая вертушка Причем Очень резкая девочка Несмотря на Высокий рост Смотрите Напрыжечка И Крутанулась И снова Мария Дувакина Попробует Против Рутенбек Это третий Немецкий Семерик И третий Точный Преимущество В пять Мечей Тем не менее Продолжает Греть Болельщика В том числе Насобравшегося На трибунах Дворца спорта В Крылатском Ну и нас тоже Конечно не может Не радовать Показывает движение Показывает нужное направление Атаки Ярослава Фролова Юлия Голикова У нас вновь на позиции Левого полусреднего Мы помним Что Карина Сабирова Смещалась туда Ой как здорово Валя Вернигорова Освободилась От опеки Двух защитниц Немецкой команды Развернулась И это Игрок задней линии Это полусредняя Вот универсал растет Для национальной сборной страны Для национальной сборной страны Это разговор Ближайшего все-таки Будущего А не этого турнира А пока Не успевают Наши в центре Перестроиться Против Хорошего Выхода на бросок Катрин Пихельмайер Первый голый Хельмайер сегодня И болеют Болеют неплохо Сегодня В Крылатском Я думаю что конечно Девчонки этот фон Не могут не слышать Не могут Не переносить в игру За счет конечно же Куража Своего А это Ярослава Фролова Слишком сложная Сама себе Устроила задание Бросковое Поторопилась Время было И Жадничает что ли Абсолютно одна была Бергер на краю Артем Ну здесь Нельзя говорить Что она пожадничала Там Бросай И забивай Что называется Но Прекрасно сыграла Настя Рябцева Настя Рябцева Далеко не в первый раз Радует нас Спасениями И Добавляет Добавляет уверенности И атакующим Ведь по логике Передача в край Да Это ухудшение Бросковой позиции Здесь ты вылетаешь Перед воротами И забиваешь Голикова Вот и вылетает Юлия Голикова Забивает В дальний угол Посмотрите Сразу На первом шаге Буквально уже получает Преимущество И врывается между Первым и вторым Вот это чувство Разреженного пространства Валя Вернигорова Ай-яй-яй Молодые минуты Ванесса Фер Здорово играет Последняя желтая карточка В качестве аперитива Перед более серьезными наказаниями Ну а Ванесса Фер Действительно молодец Наверное так Прикупила Валентину Вернигорову Внизу И ногой отразила Мне показалось Что Валя слишком много сил Потратила Вот Когда уходила От Абекуна Да Выпрыгила Уже стала приземляться Но вратарь сыграл прекрасно И она хорошо заменила Коханск Которую мы хвалили Ой здорово Здорово Сироцкая Вышла И завязала Штольле Приор Штольле в центре Приор на правом полусреднем Два в линию У немецких Гонболисток И гонболисток игрока Встала И вновь классный блок Вернигорова и Сиратская Сошлись И прервали полет Меча Голикова Мощнейший бросок Отакнулась Отакнулась Юля Метров с девяти с половиной Очень мощно выглядит Российская атака Но и в защите Действительно хорошо По двойному блоку И с переводом Браво Юля Что такое перевод Поясню Значит Ты идешь на бросок Пошла у тебя рука Вратарь Видишь движение руки И в последний момент Ты кистью Заворачиваешь И изменяешь Направление полета Ожидаемого направления Полета мяча То есть вратарь До последнего все видит А затем Оказывается обманутым Не удел оказывается Вратарь Две подряд ошибки У немок в атаке Еще играть Довольно много в первом тайме И посмотрите Каково преимущество Российской команды Включаются трибуны Все больше и больше Но Очень куражисто Очень Прилично Я бы сказал Даже Общекомандно Мощно выглядит Команда России И снова замены В нашей команде Антонина Скоробогаченко Вернулась На правом полусреднем 39 номер 17 номер Дарья Беликова На позиции линейного Скрес не получается У Голиковой Со Скоробогаченко Но как дорабатывает До конца Беликова Не желаю признать Вот эту Все-таки ошибку Результативной Но все-таки Рамона Рутенбек Забивает И задняя линия У нас очень хорошая И это позволяет Тренерам Варьировать состав Вот Лиза Малашенко Мы видели ее На позиции правого полусреднего Теперь она уже в розыгрыше Да И Вернулась Вообще изначально Она все-таки разыгрывающая Разыгрывающая И Лиза Малашенко Дедушка Василь Васильевич Ее Которая воспитал Ну один По сути дела Работая Преподавателем Физкультуры В школе Вот так уж сложилась Судьба Что Лизу Малашенко Воспитывал дедушка Я уверен Что он сейчас Сидит Переживает За свою внучку Ну и Слезы наверное Наворачиваются У него на глазах Ну это В любом случае Пять минут Ровно До перерыва Немки Привычные Уже Такой Очень Широко Расставленной Конструкцией Начинают свою атаку И разыгрывающая Гризельс Атакует Сходу С позиции правого Полусреднего Но атакует Вполне ожидаемо Для нашего вратаря Прежде всего Антонина Скоробогаченко Перетягивает На себя Передержала Передержала Конечно Тоня И вот Впервые Наверное у нас Сегодня не получился Быстрый переход Но ничего Ну и Может быть и хорошо Что Все закончилось Нарушение правил Под 9 метров Наши Немножко выпустили Опар Сделали паузу И подготовили Вот такую атаку И блестящую По другому не скажешь По броску Реагирует Ванесса Фер Молодец Молодец Конечно Кохорст Которая претендует По мнению Моего коллеги По репортажу Название лучшего вратаря Хотя там Это вопрос спорный Потому что и наши девушки Блестящие И основной датский И румынский вратари В порядке Согласен До техника Техника просто потрясающая Рука-нога Одновременно И рука Страхует Ногу И наоборот Восьмой номер Нелли Раймер На правом полусреднем Алина Гризельс В центре В центре Не замечая других Развивают атаку Игроки задней линии Катрин Пихельмайер И завязывает Завязывает Сесенова Раймер Много-много перемещений Немок в задней линии Но они пока Вполне под контролем Нашей обороне И вновь блок Пара центральных защитников В различных Вариациях Сиратская Вернигорова Голикова Работает сегодня Очень здорово И Анастасия Рядцева Непростой мяч В момент его отскока Сумела зафиксировать У себя в ногах Бросок мимо Створа Считают На немецкой скамейке Что со стороны защиты Все было чисто Но судей 9 метров дают Да нет Было нарушение На Лизе Малошенко Лиза кстати Единственная Представительница Тольяттинской Гатбольной школы Вот в этом составе Кстати Когда такое было Чтобы Настолько Ну Не сказать скудно Но действительно Это Констатация Фактор для этой команды Что Всегда Плодовитая Тольяттинская школа Представлена только Одним игроком И что сделала Тоня Скоробогатченко Она не на своем месте Она на месте Левого полусреднего Она левша Ей неудобно Атаковать Но она Смогла обыграть Соперницу И заработать Семь метров Завета Малошенко Вновь На себе Метровые отметки И какой хлесткий бросок Никакой реакции Иван Сефер Здесь Недостаточно Ну а если говорить Что Единственный представитель У нас Из Тольятти Артем Ну судя по всему Вот этот 96 год рождения Ну уж Очень Уродился В гондольный год Да В 1996 году В Волгограде В Волгограде Да 9 игроков В нашей заявке Волгоград Представляет Но там Юлия Голикова Она начинала В Уфе Да Из Уфы Юлия Голикова Ее забрали В Волгоград И кто-то еще Не Волгоградский Мария Дувакина Из Майкопа Майкопа Точно Артем Да А остальные Все девчонки Волгоградские Полторы минуты До конца первого тайма Не получается Скрестное перемещение У Карина Саберова И Скоробогаченко Но потери Не случилось Слава Богу Нет Гол не защита На 9 метрах Нарушает правила Немка Против Скоробогаченко То есть буквально В момент приема Меча Скоробогаченко Уже на ней защитница Висела Но у Тони была пробежка Пробежка с нарушением Ох Вот он С 10 С 10 метров Какой хлест Посмотрите Какой Ну я не знаю Но совершенно взрослый бросок Карина Сабирова Карина Сабирова Поселок Ильинский Что под Астраханью И там же Родился Василий Кудинов Наш двукратный Олимпийский Чемпион Огангол Давайте в обратную Развернем Там же где родился Двукратный Олимпийский Чемпион Родилась Родилась Прекрасная звездочка Нынешнего Нашего женского Ганбола И 30 секунд До конца тайма Вот эти 5-6 Мечей Вполне комфортного Превосходства Мы держим И сейчас Если Никуда торопиться Не будем И не позволим Даже подумать О шансе На ответ Заключительные секунды Сопернику Можем Отправиться на перерыв С преимуществом В 7 мячей Ну зачем свистят Вроде бы нормально Работают ребята Да там не было пробежки Со стороны нашего игрока О-о-о-о Гвоздь программы первого тайма. Антонина Пушка-Скоробогатченко. Этой девочке 17 лет, дорогие друзья. 17. Анатолий Скоробогатов, конечно же, внешне не проницаем, но я думаю, что не может не быть удовлетворен. Да, вот Анатония, самая юная в составе нашей молодежной команды. Какое красивое завершение первой половины полуфинального матча. 19-12. Только-только разошлись на перерыв по раздевалкам гонболистки молодежной команды России и Германии. 19-12 преимущества подопечных Анатолия Скоробогатова, многоопытного наставника, проведшего по пути становления не одну юниорскую молодежную сборную нашей страны. Ты начал только-только разошлись, я думал, ты продолжишь. Только-только разошлись наши девчонки, но прозвечала сирена, возвещающая об окончании первого тайма. Если честно, то я не вижу в этом первом тайме, может быть, это такой слишком сладкий мед, что называется, на души наших болельщиков, но я не видел ни одного маломальски провального отрезка. Поэтому говорить, что они разошлись к концу, я не согласен. Они стартовали на максимуме и смогли на этом вполне, ну я не знаю, на общем фоне безошибочном максимуме провести все 30 минут. Да, соглашусь, Артем, с тобой. И больше всего меня радует и поражает темп, в котором играет вот эта сборная. Смотри, современный... Продолжает играть, потому что мы отмечали скорости в четвертьфинальном матче с командой Норвегии. Сегодня ровно так же и, может быть, даже еще быстрее. Да, современный. Хотя, может быть, это просто Германия чуть помедленнее, чем Норвегия, отвечает. Ну, может быть, так, но наши-то каковы. Ты посмотри. Просто красавец. Вот современный, то, о чем мы говорим, критикуем, что где-то иногда наши тренеры играют по устаревшим там лекалам и так далее. Но вот эта команда здесь, на чемпионате мира в Москве, демонстрирует нам действительно потрясающий, современный, быстрый, атлетичный, атакующий гонбок. Очень здорово обороняются. Мы не раз отмечали, да, центральные защитники. Те девочки, которые работают на позиции сорок защитников и действуют против, ну, как правило, самых опасных игроков в команде соперников полусредних. Перекрыли все практически. Статистика первого тайма по реализации. Вы видите, насколько больше преимущества российской команды. Хотя бы просто потому, что мы бросали намного больше. Потому что, когда махнули немцы вратарей, то Ванесса Ферр много чего вытащила для немецкой стороны. Но это не помогло, не помогло команде. Германия проигрывать все мячи к перерыву. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА